Согласно законопроекту о внесении изменений в бюджет Севастополя на 2019 и плановый период 2020-2021 годов, общий объем доходов увеличивается более чем над 4 миллиарда. Из них более 2 миллиардов – это целевые безвозмездные поступления. При этом чиновники правительства в очередной раз попытались получить в свои руки полномочия по бесконтрольному перераспределению бюджетных средств. При этом Михаил Ноздряков заверил членов постоянной комиссии по бюджету законодательного собрания, что Департамент финансов оставляет за собой только изменения по федеральной целевой программе. Перераспределение исключительно на мероприятия объекта ФЦП. Дать возможность с принятием новой программы, чтобы не дожидаться внесения изменений в закон о бюджете, который сложно сегодня прогнозировать, когда может быть принят. Исключительно в рамках ФЦП. Не то, что там освобождающие средства на какие-то непонятные нужды, а только исключительно в рамках ФЦП и на объекты мероприятия ФЦП разрешить перераспределение. При этом в тексте законопроекта эти ограничения не прописаны, утверждает Вячеслав Аксенов. Следующие пункты, что средства, высвобождающиеся, ну допустим, от пристроительства Парка Победы, можно направлять на другие цели. Там вообще непонятно куда. То есть совершенно неограниченная полномочия. Я считаю, что это действительно коррупционный фактор, как это написано в заключении юридического управления. Контрольно-счетная палата по ряду вопросов высказала свою позицию довольно жестко. Например, аудиторы категорически не согласны, что Департаменту экономического развития местного правительства необходимо субсидия в размере 7 миллионов рублей на актуализацию стратегии социально-экономического развития города. Актуализировать нормативный правовой акт, закон города Севастополя, хотя согласно положению это полностью полномочия этого органа государственной власти, стоит это 7 миллионов рублей. Поэтому здесь у нас очень большие вопросы. Мы считаем, что либо своими силами, либо безусловно аутсорсинг, но не за такие деньги. Кроме того, большие вопросы у контрольно-счетной палаты вызвала очередная попытка увеличить финансирование телеканала «Икс». На этот раз им якобы не хватает средств на выполнение государственного задания. Кстати, согласно документу, задача телеканала транслировать деятельность органов исполнительной и законодательной власти, а также освещать жизнь города. При этом, по данным контрольно-счетной палаты, на телеканале «Икс» в среднем не менее 11 часов в сутки показывают развлекательные программы. На «Икс-24» не менее 9 часов. Аудиторы подсчитали, сколько же времени каналы тратят непосредственно на выполнение госзадания и сколько денег им на это требуется. Получается, что на сегодняшний день у нас телеканал «Икс» не хватает 1 миллион 926 тысяч рублей для того, чтобы выполнять нормативы по государственному заданию. Поэтому здесь у нас замечания. И полностью то, что планируют увеличить госзадание до 67 миллионов рублей, на сегодняшний день мы считаем необоснованным. И телеканалом нужно заниматься, разбирать, зачем они за счет средств бюджета столько транслируют фильмов для жителей города Севастополя. Всего было озвучено около трех десятков замечаний к законопроекту. При этом главные распорядители бюджетных средств из органов исполнительной власти заседание комиссии вновь проигнорировали. Многие вопросы остались без ответа. Вячеслав Аксенов предположил, что по этой причине депутаты могут не поддержать представленные изменения в городской бюджет. Около десяти департаментов и управлений подготовили предложения, поддержанные правительством, по которым есть вопросы. И, возможно, эти вопросы могли бы быть сняты в ходе заседания комиссии. Так уже бывало не раз, но ни один представитель от приглашенных департаментов и управлений не явился представитель департамента финансов. Он нам сказал, что он не может отвечать за все управления департаментом правительства. Тем не менее, депутаты единогласно рекомендовали законопроект к рассмотрению в первом чтении. При этом они уточнили, что все еще ожидают ответов на поставленные вопросы, а также воспользуются своим правом вносить в документ изменения между первым и вторым чтениями. Анастасия Красная, Дмитрий Лилека, Севинформбюро. Продолжение следует...